Дорогие друзья, всем привет! Доброе утро! Хотя, скорее всего, этот влог выйдет днём. Что-то мне вот прям безумно захотелось наконец-то выпустить для вас влог. Снимала я его на самом деле несколько дней. И я просто хочу в этом видео собрать все эти фрагменты, поделиться с вами чем-то интересным. Не буду углубляться, почему я пропадала. Я думаю, у всех из нас в этом году очень много всего в жизни происходит. До сих пор там, да? И зачем вам чужие проблемы, правильно? Я наоборот хочу с вами поделиться позитивом, кое-с кем вас познакомить. Потому что у нас пополнение в семье, как вы поняли. Покажу вкусняшки кое-какие. Ну, в общем, как всегда, постараюсь быть полезной для вас. Ну и постараюсь уже наконец-то вернуться. Потому что скоро праздники. У меня есть идеи кое-какие для новогоднего праздничного стола. Фарби, ты меня сейчас руку отгрызешь. Вот просто возьмешь и отгрызешь. Смотрите на нашего щеночка. Вот она такая. А зачем ты меня кусаешь? А что такое? А что такое? А, ты опять накосячила? Ты накосячила? Ой, это не собака, это просто прикол ходячий. У нее, мне кажется, до сих пор зубы режутся. У нас сегодня очень хорошая погода. У нас светит солнышко. Правда, конечно, уже очень холодно в Москве. Но все равно, да? Так, все, успокойся. Кто-то хочет погулять, наверное, сходить, да? Вот она какая. Вот она, наша кобылушка. Кто спрашивал, это Веймаранер. Это легавая. Не бойтесь, мне не больно. Это она играет именно. Это она не кусается там, да? Блин, прыщавая морда. Прыщавая девочка. Да. Вот такая вот кобылушка. Весит уже 30 килограммов. Фарби, все, все, сидеть. Сережа привез заказ из глобуса, который я делала онлайн. Давайте-ка мы с вами быстро пройдемся по всему. И я скорее буду убирать. Смотрите, во-первых, взяла вот такой вот творог. Он 0,5%. Но я его взяла, кстати, тут видно, он такой рассыпчатый. Я его взяла для нашей фарби. Вот такой упаковочки ей хватит на два раза. Это, кстати, большая упаковка. Я смотрю, он обезжиренный. Потому что ей нельзя жирную продукцию. То есть, да, на два раза. Два раза в неделю можно давать ей творог. Дальше я взяла вот такие вот сырки плавленые, треугольнички. У меня, в принципе, дети их очень любят. Но также иногда в головоломке для фарби их намазываю. И она спокойненько себе играет. Дальше у меня здесь два перца болгарских красных. Кстати, хочу сказать, что в последнее время я заказываю фрукты, овощи и зелень. Только во вкус вил. Здесь у меня два перца. Они очень мягкие, кстати. Они как будто промороженные какие-то. 101 рубль. Ну вот, поэтому я и заказываю во вкусу. Здесь туалетная бумага. Самая-самая обычная. Это для бытовых таких каких-то нужд, так скажем. Дальше взяла свиные ребрышки. Это у нас комбинат Малаховский. И упаковка довольно большая. Здесь, видите, две получаются. Вот эти штуки. Разделю. Одну заморожу, вторую использую. Потому что сейчас я стараюсь готовить поменьше. Вообще минимум готовить, чтобы почаще была свежая еда. Дальше сыр мусс. Вот такой вот президент. С прованскими травами. Очень вкусный. Ну, иногда на бутерброды. Хренадер мне очень захотелось. Почему-то не знаю. Вот вместо кетчупа именно иногда люблю использовать. Здесь у меня королевские оливки. Очень-очень вкусные, маринованные. Они, видите, тут такие крупненькие. С перчиком, с чесночком. Классные. Кстати, здесь у меня граненый стакан. Потому что очень много рецептов до сих пор пишут с использованием граненого стакана. Он, кстати, супербюджетный. Так, здесь у меня морковка по-корейски. Да, самая обычная. Тоже иногда хочется. Вот такие вот макароны. Здесь, знаете, такие ракушки. Прям были по акции. Это очень хорошая паста. Очень вкусная. Они не развариваются, не слипаются. Ну и, в общем, хороший состав. Как все любят говорить. Дальше вот такая вот, смотрите, шоколадка. Ром изюморех. Это Риктер Спорт. У меня мама как-то очень просила, чтобы я купила. Но я нигде не могла ее найти. Вот делала заказ, увидела. И, конечно же, для нее взяла, чтобы ее немного порадовать. Она сказала, что она просто невероятно вкусная. Перец в черных горошек. Ну, как бы объяснение не нужно. Едим дома. Здесь у меня куркума и прованские травы. На мое удивление, очень бюджетные цены на приправу Высоцкой. Прям я действительно была, если честно, удивлена. Бомбари мармеладки детям на всякий случай. Три упаковочки печенья юбилейного в глазурью. Темный шоколад здесь. Тоже дети очень любят. Тоже была какая-то очень классная акция. Дальше огурчики хрустящие. Вот такие маринованные. Шесть соток. Никогда не пробовала. Понятия не имею хрустящие. Три десятка яиц. Ну, в принципе, стараюсь всегда покупать по три десятка. Но, смотря там, как выходит по цене. Дальше вот такая гречка. Самая обычная. Ее я беру для фарби. Это та, которая быстро, знаете, разваривается. Там, да, быстро готовится. То есть, это не премиум класс. Она вот именно хорошо идет на молочной каши, допустим. Ну, или вот, как в нашем случае, именно для собаки. Две упаковочки пока взяла. Так, здесь у меня вот такие пакетики для заморозки. Очень много овощей сейчас замораживаю. Делаю много заготовок, чтобы просто было проще потом готовить. Здесь у меня губки вот такие обычные. Пять штук. Использую их обычно в бытовых каких-то целях. Что-то почистить, очистить. Обувь даже, там, не знаю, ванну, раковину. Ну, я думаю, вы понимаете. Для посуды взяла вот такие вот уже губки. Это поклан. Они мне очень нравятся. Желтенькие. Ну, стандартные их такие губочки. Здесь сода пищевая. Ее я использую сейчас, чтобы отмывать подоконники, столешницу. Ну, в общем, абразив такой, знаете, натуральный. И, ну, конечно, иногда использую в выпечке. Но именно вот эту вот упаковочку взяла для уборки. Так, губка для обуви. Это у нас прозрачная. А вот это вот для черной обуви. Самое обычное, это очистить старую обувь. Попробовать, по крайней мере. Два сока для Витя, сады придония. Яблоко виноград. Яблоко прямого отжима. На пробу взяла вот такое вот концентрированное средство. Для матья полу всех видов. Безопасно для животных. Очищает, придает блеск. Ароматизирует. Очень надеюсь, что после него полы не липкие. Потому что я больше всего это ненавижу. Вот такая вот большая бутылка вернелли. Ароматерапия. Черная орхидея масла почули. Очень такой насыщенный аромат, который остается долго на белье. Использовать не на каждый день, конечно. Но вообще для пастельного белья мне, если честно, очень нравится. Далее. Белизну взяла вот такую вот. Вот попробовать отбеливатель. Никогда не пробовала. Тоже супербюджетный. По-моему, 9 рублей стоит. Вот мне чисто интересно стало. Ну, сода кальцинированная. Это добавляет в стиральную машинку, чтобы она служила дольше и была чище. Босс Плюс тоже взяла вот такой вот на пробу. Вдруг понравится больше, чем Фаберлик. Белизна Гель Концентрат. Сейчас у нас уже такой сезон, что нужно и в коридоре мыть полы, да, где квартиры, ну, где двери в квартиры. Поэтому взяла вот такую белизну. Буду ей мыть. Ну, и освежитель Глейд. Цитрусовый. Ну, как бы тут говорить нечего. Мне Глейд очень нравится. А, еще я взяла вот такой совок. Но, я думаю, вы все знаете, что с ним делать и для чего он нужен. Вот такие были покупчики. Хочу познакомить вас с новыми членами нашей семьи. Это Сникерс. Ему 7 лет. О, 7 лет. 7 месяцев. А это Марсик. Ему 5 месяцев. Он у нас еще маленький совсем. Такие вот у нас поросятушки. Видите, у них сейчас завтрак. Поросятушки наши любимые. Можно было назвать их, конечно, палочками Твикс, но мы решили, что... Лучше пусть у них будут разные имена. Вот такие вот они у нас классные. Сникерс у нас болеет, правда. У него мочекаменная болезнь. И он уже 2 операции перенес. Уже 2 наркоза. Но, вроде, с ним сейчас все хорошо. Он у нас очень ручной, очень добрый. Да. Вот такое вот счастье у наших детей. А Сережа сейчас гуляет с Фарби в лесу. Поэтому поросята могут сейчас побегать и погулять. На уху-то не надо? Да? Тоже немножко. Фарби думает, что Сникерс ее ребенок. Она его вечно пытается вылезать, помыть. Вечно его нюхает. Мама, он берегся за палец. Да ты что? А ты отдай ему обратно. Ты бы тоже, наверное, их за палец укусил, если бы они у тебя еду отнимали. Да, Том? Да. Только в обезье. Чего? Надо убираться, да? Да, убираться. А я... Сейчас будем убираться. Позавчера, позавчера, сделала уборку. Да? Да, ты у нас уже умеешь убираться. Ты чего хочешь сделать? А я хочу обрабатывать вот так вот. Ну, давай. Ой, язычки. Ой, господи, ты боже мой. Да. Эй. Фрикерс, фрикерс. Фрикерс. Ой, осторожно. Ты куда? Он прячется вообще. Он уходит. Он сбегает от тебя. О, скажи спасибо, добрый человек. Спасибо. Я в долгу не останусь. Такие они милаши вообще. Дорогие мои, позвольте, я поделюсь с вами этой вкуснотищей. У меня сегодня на завтрак вот такие вот роллы в тортилле. Здесь сосиска и вот такой вот тертый сыр сметанковый. Я его покупаю, сейчас я сфокусирую, в магазине Вкусвилл. Вкусвилл. И вы знаете, он мне в последнее время безумно просто нравится. Он такой вкусный. Я даже не ожидала. Каждый свой заказ теперь во Вкусвилл. И я обязательно его беру. И в принципе цена у него тоже очень даже приемлемая. Лепешки я тоже использовала из Вкусвилл. Ну, а это, знаете, чисто ваше предпочтение. Они у меня были, я их использовала. Вообще, мне кажется, что с лавашом тонким, наверное, получится гораздо вкуснее. Но я еще не пробовала так. Ну, в общем, использовала то, что было. Поэтому пришлось вот тут зубочистку нам вставить, чтобы не распался он у меня. Это труал. И также я сейчас очень-очень сильно люблю вот такой вот соус томатный с базиликом. Тоже это Вкусвилл. Абсолютно не реклама. Тоже просто они доставляют довольно быстро. И у них всегда есть какие-то купоны, если делаешь заказ именно через их приложение. Ну, как бы, почему бы не сэкономить. А делала я эту красоту в своем новом любимчике. Вот у кого-то красивого, хорошего. Золотого. Это Китфорд. Это, девочки, Аэрогриль на 4,5 литра. Я еще не снимала пленку. Но он довольно новый у нас. Слушайте, ну, конечно, машина огонь. Просто нравится мне гораздо больше, чем обычный гриль. Нисколько не жалею, что обычный гриль не купила. Хотя, возможно, в будущем все-таки куплю. Сенсорное управление здесь покупала я на сайте Беру. Это теперь Яндекс.Маркет. Ну, или как-то что-то в этом плане. В общем, все очень ясно. Ясно. Есть уже программы встроенные. Можете программы сами выбирать. Там, да, температуру, время, все такое. И чаша у меня на 4,5 литра. Потому что на 3 литра чаши очень маленькие. И все практически жалуются, что не берите на 3 литра чашу. Вы просто устанете, короче, все переворачивать там, да, и делать все порционно. У меня тут пригорел сыр. Я еще не мыла эту чашу. Смотрите, она вот такая вот, ну, мощная, да, довольно большая. Антипригарное, естественно, покрытие. Здесь вот такая кнопочка есть. Вытаскиваешь саму решетку. И здесь как бы такой поддон. Что мне не нравится, так это то, что нельзя мыть. Это все дело в посудомоечной машине. Потому что очень деликатное вот это вот покрытие. И чуть что, оно трескается, лопается. И, в общем-то, все. Вы уже больше ничего сделать не сможете. Ну, на самом деле, покрытие настолько хорошее, что заливаете воду. Единственное, в горячую, конечно, нельзя чашу наливать воду. Ну, чтобы тоже не потрескалось ничего, чтобы ничего не повредилось. А потом губкой просто проходитесь. Ну, можно с мылом тоже. И все довольно быстро очищается. Так что вот такая вот у меня красота. Нам с Сережей сегодня удалось в H&M заехать. Кое-какую одежду взяли детям. Себе ничего не брали. Но то, что взяли для детей, хочу вам показать. Вдруг вам тоже будет актуально. И заодно цены все покажу. Значит, смотрите. Из коллекции Conscious. Это, в принципе, их обычная коллекция. Она всегда есть в наличии. И обычно всегда она идет вот по такой акции 3 по цене 2. То есть, очень выгодно. Всегда беру примерно одинаковые цены, да, чтобы выгода была куда более выгодная. Масломасляная. Значит, смотрите. Витюши мы взяли вот такую вот худи. Здесь кенгурушка. Теплая подкладка флисовая. Вот тут вот резиночки на рукавах. Есть капюшончик. Здесь тоже, видите, такая подкладочка. Очень красиво смотрится стильно. Вообще, этот худи выбрал Сережу, увидел его издалека и очень захотел. Получается, 1000 рублей. Считаю, что это, в принципе, очень выгодно для худи такого качества. Ну и как бы вообще, само по себе худи не самая такая ходовая одежда. Поэтому прослужит, я думаю, оно нам довольно долгое время. Нашему сладкому Томику, Гномику, я взяла четыре вот такие базовые кофточки. Вот эти две, они идут в наборе, да, видите. Вот с такими вот, как они называются-то, воротничками. Вроде и не водолазка, но вроде и не вот так вот, да, открытая. Как бы Тома водолазки не особо любят. Две штучки стоили, получается, 900 рублей. Здесь вот такое золотое вкрапление, как бы, да. А вторая кофточка просто красного цвета. Ну, конечно, очень даже актуальна сейчас, особенно в преддверии Нового года. Мне прям очень понравилось. И вот такой наборчик у нас получился. Здесь тоже такие блестящие сердечки. И кремового цвета, просто универсальная такая кофточка. Тоже, знаете, под жилеточку, под юбочку, под... Да куда угодно, на самом деле. И получается 800 рублей две кофточки стоили. Ну, и, соответственно, получается, что за 1900 рублей мы купили пять вот таких вот предметов одежды для наших детей. Считаю, что это неплохо. Ну, и опять же, очень хорошее качество. Дальше. Я практически всегда беру нижнее белье для детей. Томи в этот раз я взяла холодное сердце. Тематика такие. Вот видите, тут блестящие резиночки даже. И такой набор стоит... Так, так, так. По-моему, он стоил около 1000 рублей. Да, 1000 рублей. И здесь у нас, да, 7 пар. Ну, на самом деле, они тоже долговечные такие. Много стирок могут выдержать. И что самое главное, даже наклеечки не трескаются и не смываются. Я и Витюши такие беру. Томи я взяла 110, 116, 122, 128 не было. Ну, в принципе, ладно, потом поменяем. Посмотрели. 110, 116, в принципе, по размерчику должны ей подойти. У нее сейчас такие. Вот я одни достала вам показать. Они достаточно легкие, дышащие. Хорошо сидят на теле, ничего не натирают. Ну, не знаю, ни разу у нас ничего такого не было. Единственное, вот меня немного смущает вот эта серебряная нить. Ну, думаю, ладно, все нормально будет. Вряд ли будет как-то мешать. Дальше взяла я упаковочку носочков. Это тоже для Тома. Здесь тоже 7 пар получается. Видите, они такие разноцветные. И 7 пар получается 500 рублей. Тоже, в принципе, довольно выгодно. Опять же, хорошее качество. И они, видите, вот такие вот коротенькие. То есть, они ножку не перетягивают. И она там не отекает. Такие вот цвета интересные. Так, ну и самое интересное. Это вот такие боксеры. Боксерс. Для нашего Витюши. Он любит быть похожим на папу. Три пары получается. Ну, или три штуки. 700 рублей. Тоже очень классное качество. Они такие плотненькие. Размер я ему тоже взяла 110-116. Мальчик, он у нас крупный. Но вы, в принципе, знаете. Ничего не изменилось. С последнего раза, как я снимала влоги. Сейчас я тоже открою. Самое интересное посмотреть. Ну, вот такие, смотрите. Такая здесь резиночка. Тоже широкая, хорошая. Шевчик сзади есть. Тут местечко. Тоже есть. Для богатства. Ну, прям, мне кажется, классненькие. Наверное, надо еще будет. Либо заказать, либо съездить, купить. И цвета такие, знаете, универсальные. Спокойные. Были еще с Марио. Но нашего размера не было. Вообще, чего-то с размерами в магазине. Именно какая-то беда. Еле нашли Томми нижнее белье. Еле носки ей нашли. Ну, в общем, да. Скорее всего, удобнее все-таки заказывать на это. В интернет-магазинчике их. Так. А тут я еще, знаете, что взяла? Кедровые орешки. 100 грамм. И около 200, наверное, грамм грецких орехов как раз этого года. Очень вкусные такие, знаете, приятные у них. Вкус не терпкий, а наоборот такой сладковатый. И послевкусие приятное остается для выпечки. Да так, иногда просто съесть тоже очень вкусно. Кстати, какие орешки ваши самые любимые? Я вот не могу ответить, допустим, на этот вопрос. Потому что я, наверное, их все люблю. Кроме, кстати, макадамии. Макадамию я ем крайне редко. Мне одной штучки может хватить просто на месяц. Просто потому, что я в прошлом году переела, наверное. Ну, сладкое. Ну, не могу. Короче, не знаю. Единственное, прикольно, конечно, ключиком открывать. А так нет. Наверное, больше всего все-таки я люблю кедровые. Это прям моя любовь. Так, у нас были еще небольшие продуктовые покупки. Ну, и немного бытовой химии. Давайте вот отсюда, наверное, начнем. Тортильи я взяла в Глобусе. Это я заказик делала, Сережа забрал. Это большие тортильи. Что угодно с ними можно делать, на самом деле. Шаурму, всякие роллы, сэндвичи, кисадили, начос. Ну, как бы самое универсальное, наверное, такое дело. Вот, кстати, смотрите, салатик классный с гранатом, со шпинатом. Тут курочка, мандарин или апельсин. Наверное, очень вкусно. Так, дальше взяла я две упаковочки ньоки. Смотрите, взяла. Забыла, какие мне именно нравились. И вспомнила, что именно вот эти. Потому что они, видите, такие, во-первых, большие. А во-вторых, у них ребристые такие края. Ну, а эти вот такие мелкие, кругленькие, они на супчик хорошо идут. Вот эти вот хорошо с томатным соусом. Ну, типа а-ля паста какую-нибудь такую сделать. А дальше, смотрите. В магазине OK мы нашли вот такое вот очень интересное масло в рассоле. Оно в баночке идет. Так, сладко-сливочное в рассоле, деревенское. Первый раз вообще такое увидели. Ну, действительно, стало интересно. Если мне понравится, я вам расскажу. Напомните мне, пожалуйста. Обязательно отвечу. Так, что касается еще еды. Уже тертый сыр менталь. Он хорошо плавится, хорошо тянется на пиццу. Опять же, вот в эти вот тортильи. Очень классный сыр. Макароны фирмы Globus. Они нам нравятся. Взяла рожки доллар ребристые. И взяла вот такие вот у нас перья. Ну, пенные, да, тоже они ребристые. Практически всегда заказываю жвачку. Дерю. Да? Да? Помощница. Ну-ка, слезай. Слезай. Откни тебе. Пойдем, пойдем. Нельзя так делать. Взяла кетчуп махи. Большую упаковочку. Нравится он нам в последнее время. Самый обычный, правда, томатный. Кно, приправа сочная. Курица для куриных ножек. В экстренной ситуации, поверьте. И вот эти вот пакетики очень спасают. Для плова взяла. Интересно попробовать. Именно такую я никогда не пробовала. Я смотрю, у них еще ребрендик. Похоже, произошел. Мука тыквенная. Добавлять в выпечку. Обваливать котлетки. Ну, то есть тоже, знаете, универсальный продукт. Два пакета сока. Зеленое яблоко. Сады придония. Витя у нас их любит. Пьет перед сном каждый божий день. Небольшую упаковочку гречки. Вот такую по 7. Самую обычную здесь 500 грамм. Вот такие вот губки. Для мытья посуды. Ну, на самом деле, просто они мне очень нравятся. Самые обычные губки я использую для уборки. Их не жалко выбросить. Там, да, даже один раз использовать и выбросить. Вот эти вот, конечно, для посуды мне нравятся. Больше всего это фирма Паклан. А Витюши я взяла носочки. Это в магазине ОК. Я брала они там супер бюджетные. 40 рублей стоят. Они, конечно, недолговечные абсолютно. Но в сад для физкультуры там или еще для чего-то очень даже хорошо. Особенно если потеряются. Прям идеально они подходят. В нашем доме вечно куда-то пропадают вот такие пластыри. Лейкопластыри антибактериальные. Антибактерицидные. В общем, я взяла вот такую упаковку. 20 штук. И они, видите, разных размеров тоже. Главное теперь не спрятать так, чтобы в нужный момент опять мы не сможем их найти. Видите, взяли вот такую машинку Hot Wheels. Порадовать его немножко. Он сейчас очень полюбил. Именно маленькие вот такие машинки. Раскладывает их себе в кармашки. И с ними ходит, играет. Ну и взяла я... А, так, подождите, нет, еще не все. Эфирное масло лимона. Оно самое обычное. Буду использовать его для уборки. Я не помню, какие пропорции. Скорее всего, вместе с вами будем делать. Поэтому я взяла вот такой распылитель еще. Самый обычный. Тоже в Гобусе. Он супербюджетный. Ну и тут витамины Салгар, витамин С, Истер С и Пеколенат Цинька. Те витамины, которые, на мой взгляд, сейчас необходимы. А вот. Как бы я никого не пытаюсь заставить их пить. Естественно, это я именно для себя купила. Потому что у меня закончились витамины. Заказ я еще не делала. Поэтому я просто в горздраве купила. В принципе, хорошо, что там сейчас есть. На самом деле, кто не знает, в горздрав сейчас очень-очень много разных добавок именно с сайта iHerb. И цены, ну, в принципе, дороже, естественно. Но все равно, как бы, приемлемые. Ну и в принципе, давайте я влог в таком же виде закончу. Потому что хочу его уже сесть, смонтировать быстренько и, наверное, выпустить. Я очень надеюсь, что вам он понравился. Надеюсь, на ваши комментарии пишите, задавайте вопросы. Не знаю, давайте пообщаемся. Мы так давно с вами не общались, что, мне кажется, уже есть много о чем пообщаться. И, кстати, если у вас есть какие-то запросы на видео, то тоже пишите. Будет мне интересно узнать о ваших пожеланиях. И по поводу новогоднего стола я еще просто не придумала, в каком формате я хочу это снимать. Потому что у меня есть несколько рецептов. Они довольно простые, но их много. И то есть в одном видео как-то не очень хочется, если честно, их запихивать. Если у вас есть какие-то идеи, пожалуйста, со мной поделитесь. Внизу будем по боксе. Я вам всем желаю здоровья. Это самое-самое главное. И берегите друг друга. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.